здравствуйте люди здравствуйте не люди с вами снова как всегда не первый но не последний московский видеоблогер а также социальный авторитет серёга резников сегодня 25 февраля 2017 год и я снова был в гипермаркете ашан в 16 часов 5 минут и я только что приехал на машине домой и хочу с вами поделиться своими покупками которые я там только что совершил купил я снова наш любимый потому что он очень и очень вкусный вот такой замечательный хлеб называется ржанопшеничный заварной медведковский формовой в упаковке что радует здесь 750 граммов вот он всегда очень и очень свежий и очень вкусный такой сочный так очень свежий посмотрите сделали 25 25 февраля 2017 года то есть сегодня вот вот такой замечательный хлеб я купил одну буханочку так убираем его в сторону чтобы нам больше не мешался так также сегодня я купил суп харчо от фирмы вкуснотека тоже в принципе ничего мы в прошлый раз покупали уже попробовали и он нам очень и очень понравился 4 порции в этой пачке 60 граммов суп харчо вот такой вот так давайте вам скажу когда его сделали здесь очень плохо видно по моему да правильно 30 ноября 2016 года так вот такой вот суп срок годности 12 месяцев я купил сегодня 6 пачек вот посмотрите пожалуйста вот раз пачка два пачка три четыре пять и вот шесть пачек так давайте уберу уберем в сторону чтобы нам больше не мешался так супа мы разобрались ребята давненько я не покупала куриное бедро и вот сегодня вспомнил увидел и обязательно купил вот посмотрите пожалуйста вот так вот вкус не вкусная вещь называется каждый день бедро с кожей охлажденная полуфабрикат натуральный из мяса цыплят бройлеров что значит полуфабрикат а это значит то что надо его как следовать подвергнуть термической обработки как следует обжарить или провалить это делается для того чтобы все было безопасно а есть такие люди которые любят есть чуть ли не сырыми это очень и очень опасно поэтому всегда не ленитесь и обжаривайте как можно лучше что прям до румяной было все хрустящей корочки и как следу проваливайте тогда точно не отравитесь вот в этой упаковке один килограмм двадцать пять граммов сделали 24 февраля семнадцатого года то есть вчера здесь стоит буква к код к стоит что это значит а это значит ооо белая птица курск курские куры вот вот такого замечательного бедро сегодня купил с кожей купила ребята две упаковочки вот раз упаковочка и вот два упаковочка в этой правда немножко поменьше девятьсот пятьдесят восемь граммов а здесь один килограмм двадцать пять граммов так вот убираем их в сторону наверное ребята уже многие знают а может быть даже и все знают то что я очень и очень заядлый огородник и поэтому я не мог сегодня не купить вот такой замечательный на посадку у себя дома на кухне лук сивок и что я хочу вам сказать я очень сильно удивился знаете что это за сорт в этот раз в прошлый раз в прошлый раз я покупал лук штургард ризан россия хорошо известный сорт в этот раз я даже удивился что такое за сорт первый раз такую вижу называется смотрите лук сивок сорт шатана мс что за сорт такой вот шатана мс но я думаю должен быть хороший и фракция 14-21 миллиметров что это значит а это значит то что он очень и очень крупный посмотрите какие головки очень крупные красивые хорошие вот в этой сеточке полкило пол килограмма годен до 1 августа 2017 года производитель аэс мост сельман бф нидерланды а импортер город москва улица кировоградская так вот я купил ребята одну сеточку это я посажу на посадку на зеленое перо полезное вот такой замечательный лук я сегодня купил снова ребята мне надо было сегодня купить селедку обычную селедку а как известно в ашане ее очень и очень много какой только нет пруд пруди разные всякие там изготовители и не знаешь какую купить лучше а ведь цены довольно таки на нее очень и очень дорогие и поэтому какой там только не было и я вот не знал но но я вспомнил что нам когда-то мы покупали очень понравилась селедка называется пряного посола фирму не помню но она сделана в таком это самое в квадратном ведре в пластмассовом в пряной заливке уже порезанная на кусочки обезглавленная и без хвостов и попадается обычно в ней либо икра либо рыбисперма молока и я уже как говорится уже взял положил в свою потребительскую корзину ее там где-то вес я не знаю около килограмма может чуть меньше может чуть больше нет наверное меньше и прям что-то из нее это вытекало вот эта пряная заливка может быть они там на заводе перелили ну не знаю что то что то короче я это передумал снова ее вытащил и положил на место потому что это полное мое право я это решил взять короче другую селедку а именно какую именно вот такую сегодня решил опять купить снова называется каждый день сельдь слабо соленая что мне в этот раз в ней понравилось во-первых в прошлый раз в прошлый раз я покупал этой же фирмы нам она очень не понравилась была она какая-то сухая дохлая щиплая где-то что-то за селедину за одну что-то где-то 200 с чем-то граммов ну какая-то вообще дохлая и ну не понравилась она нам а в этот раз это что меня соблазнило ее купить а посмотрите какая она крупная лошадиная такая здоровая и вот и поэтому вот смотрите здесь вот в этой селеденьке в одной вы представляете 410 граммов а сделали ее и упаковали 20 февраля 17 года то есть очень и очень свежий сельдь тихоокеанская так слабо соленая каждый день сделано в россии а именно изготовитель балтийский берег так ленинградская область ну короче ленинградская область так вот что я хочу сказать это и купила таких поэтому две целых штуки вот посмотрите вот раз штука и вот две штуки так а в этой сколько а в этой вообще очень много вес посмотрите какая лошадиная целых 430 граммов вот такая вот замечательно должна быть кстати еще не знаю как она на вкус может быть какая-нибудь я не знаю но я думаю должна быть хорошая будем надеяться так убираем ее в сторону так селедочка мы разобрались сегодня снова купил пиво называется светлая полтора литра каждый день в этот раз купил легенькое на праздник здесь 4 1 процентов оголь так вот вот две бутылочки я купил так убираем его в сторону с пивом и разобрались ребята а так как я являюсь заядлым огородником и поэтому я сегодня купил себе универсальный питательный грунт вот такой вот замечательный посмотрите пожалуйста называется жирнозем фирмы жирнозем так универсальный торфяной грунт сбалансированный комплекс питательных веществ обеспечивает активный рост растений и высокий урожай оптимален для развития корневой системы высокое содержание гуминовых веществ да действительно я когда сажал у себя дома в квартире лук этот сивок корни вообще у него такие были вообще просто как у лошади грива очень и очень такие мощные хорошие корешки так вот посмотрите я купил одну пачку вот такого замечательного грунта для моего лука сивка в этой пачке 5 литров но я мог бы сегодня купить 10 литров что значит 10 литров это не 10 килограмм кто не знает это где-то килограмм 6-7 но тяжело было бы мне тогда нести такую пачищу да да машина до своей и поэтому я решил но если берешь 10 литров кстати он выходит там рублей на 20 дешевле но я думаю хрен с этими 20 рублями куплю к я лучше себе здоровье дороже вот 5 литровый грунт он немножко подороже ну думаю хрен с ним как говорится да скупой платит дважды здоровье важнее поэтому я купил вот такой и что я хочу сказать это самое в прошлый раз это я его покупал и он довольно такой качественный хороший грунт так вот все в принципе да с грунтом разобрались но на этом ребята в принципе все давайте теперь смотреть по порядочку сколько у нас чего стоит так значит начнем пожалуй с хлебушка вот с такого замечательного ржаного заварного так я купил одну буханку сегодня цена вот за эту буханку составляет в ашане 23 рубля 83 копеечки так убираем ее в сторону суп харчо ферма вкуснотека вот такой вот я купил сегодня шесть пачек вот посмотрите раз пачка два три четыре пять вот шесть пачек так цена вот за такую пачку составляет 9 рублей 75 копеечек у меня здесь шесть штук поэтому умножаем и получаем вот за эти шесть пачек 58 рублей 50 копеечек все убираем его в сторону так дальше бедро куриное охлажденное каждый день вот такое вот замечательное так здесь значит 958 граммов цена за килограмм составляет 120 рублей 8 копеечек умножаем на вес и получаем вот это вот подложка на 115 рублей 4 копеечки так убираем ее в сторону и также бедро каждый день бедро с кожей но здесь уже один килограмм 25 граммов поэтому умножаем на цену за килограмм которая составляет 120 рублей 8 копеечек и получаем вот за эту подложку сто двадцать три рубля восемь копеечек так убираем ее в сторону чтобы она нам больше не мешалась так дальше лук сивок вот такой вот замечательный посмотрите пожалуйста какой то необычный я для себя открыл сорт но может быть он уже давно но во всяком случае я такой впервые слышу называется сорт шатана мс так я купил одну сетку в этой сетке полкило цена вот за эту сетку составляет восемьдесят два рубля сорок три копеечки так убираем ее в сторону так значит сельдь каждый день вот такая вот крупная симпатичная и хорошая так в этой пачке четыреста тридцать граммов цена за килограмм составляет двести три рубля восемьдесят копеечек умножаем и получаем вот это вот селёдина на восемьдесят семь рублей шестьдесят три копеечки так убираем ее в сторону так а здесь вес четыреста десять граммов умножаем на цену за килограмм которая составляет двести три рубля восемьдесят копеечек и получаем вот за эту селёдину здоровую огромную на восемьдесят три рубля пятьдесят шесть копеечек так убираем ее в сторону я купил две штуки так пиво светлое полуторашка каждый день легкая так цена вот за эту я купил две бутылки цена вот за эту бутылку составляет семьдесят шесть рублей восемьдесят семь копеечек так убираем его в сторону так дальше и грунт универсальный жернозём вот такой вот пять литров цена вот за эту пачку составляет всего лишь тридцать один рубль восемь копеечек но а я мог бы купить за сорок рублей десять литров ну про другой фирмы но тяжело было бы нести тогда я короче переплатил двадцать рублей там плюс-минус но думаю ничего страшного все на этом все ребята и того я сегодня в гипермаркете я шан 25 февраля 2017 года в 16 часов пять минут потратил итоговую сумму моих покупок которая составила семьсот пятьдесят восемь рублей восемьдесят копеечек наличными я дал восемьсот рублей ровно сдачу мне дали как полагается сорок один рубль двадцать копеечек ну а на этом все не забывайте мои хорошие подписываться на мой канал не забывайте ставить пальчики кверху писать добрые а самое главное адекватные комментарии и все тогда у вас будет хорошо все пока люди пока нелюди увидимся чау какао все пока 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 субтитры 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 субтитры